Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Надежда Вячеславовна, преподаватель курса в кройке и шитья города Алматы. На последнем занятии я показывала пошив маски, защитной медицинской маски. Но это был вынужденный урок. А перед этим уроком я показывала построение основы женских плечевых изделий рубашечного покроя. Я показала, как построить спинку перед рукавом. Но остался еще незатронутым вопрос. Это построение низа рукава, то есть складочек и как они будут рассчитываться, и как правильно оформить низ рукава, чтобы складочки лежали красиво и правильно. Посмотрите, вот это два варианта низа рукава. Первый вариант со сборочкой по низу на обычной манжете. Мы сегодня будем рассматривать обыкновенную манжету, или обыкновенный манжет, вернее, шириной, стандартная ширина от 3 до 4 сантиметров. Это первый вариант. В принципе, его рассматривать мы не будем. Почему? Потому что здесь обыкновенная сборка по низу. Это может быть расширенный рукав, это может быть прямой рукав и даже зауженный рукав. Тогда, когда разница между низом рукава и манжетой составляет какое-то количество сантиметров, и мы сосбариваем на сборочку. Тут все легко и просто. А вот второй вариант со складочками. Вот посмотрите, рукав зауженный немного к низу и две складочки или три складочки. Одна складочка может быть на нижней части. Сегодня я хочу показать вам расчет с тремя складочками. То есть вот так поверху, вот здесь будет еще одна складочка. Вот так. Три складочки будет поверху, на верхней части рукава. И еще будет у нас закладываться как бы складка вот здесь, где сама манжета у нас соединяется, вот здесь тоже будет закладываться, как складочка. Это рукав может быть прямой, может быть зауженный. Я сегодня хочу показать, как бы слегка зауженное. Ну, допустим, если это взрослая выкройка и обхват руки 32 и 6 на свободное облегание, ширина рукава была бы полностью. Это низ рукава, я просто фрагмент низа рукава вам показываю. И получается, что у меня вот здесь 34 сантиметра. Если пример взять на 32, обхват руки 32 и 6 на свободное облегание 38. Значит, если у меня, я показываю образец на 34 сантиметра, значит, на 4 сантиметра внизу заужен рукав. То есть, по 2 сантиметра я заузила с каждой стороны. И получила ширину, вот низа рукава, 34 сантиметра. Вот так. Значит, что это за линия? Вот эта линия. Вот эта линия посредине, это середина рукава. Вот эта линия локтевого переката, называется вот эта линия, или задняя часть рукава, так скажем, да? Вот эта линия, это линия переднего переката, или передняя часть рукава. Как у нас оформляется низ рукава? Обязательно по задней части рукава, по локтевой части рукава, мы низочек немножечко опускаем. А переднюю часть мы немножко поднимаем. Немножко это от 0,7 до сантиметра. Можно от 0,5, но все же, чтобы еще лучше сидел рукав, нужно... Так, эту заднюю часть мы сейчас опустим примерно где-то около сантиметра. А переднюю часть наоборот поднимем. Так, по передней части сантиметр откладываю через среднюю линию, через серединку. Вот эта волнистая линия, низ рукава, ляжет у нас вот именно через вот эту точку. Смотрите, как будет вот здесь вначале оформляться линия. Вот здесь, где шов будет, где будут соединяться вот эти два среза. Так, смотрите, вот немножечко должно быть вначале под прямым углом, вот так. Потом начинаем выводить линию. Выводим, соединили. Теперь уходим к серединке, к точке. Вот так. И теперь, ну я вот так всегда поворачиваю, чтобы от себя выводить линию. Вот к этой опущенной точке. И посмотрите, как вот это местечко тоже. Тут какая-то часть должна быть под прямым углом, а потом только она пойдет вот так вниз. Вот такая линия. Вот такая плавная линия, которая на локтевой части длиннейше. А на передней части, это потому что анатомическое строение руки у нас такое, что передняя часть. У нас же есть сгиб на руке. Так, вот так, значит. Теперь нужно вот, вот это у нас получается вся ширина. Вот эта серединка, она идет, вот она посредине нижней части рукава. Потом, вот заднюю часть рукава нужно поделить пополам. Измерить, если, например, линия локтевого переката, она может быть в другом месте. Вот, поделили пополам. Рукав же может быть хоть какой ширины. Поставили знак, да, деление. Теперь от этой точки по 2 сантиметра отступим в каждую сторону. Вот это место, здесь контрольные точки надо обозначить. Вот к этим контрольным точкам будет подводиться манжета. То есть одна сторона манжеты и другая сторона, то есть в круговую это будет. А края манжеты будут соединяться вот в этих точках. Так вот, эта часть 4 сантиметра. По 2 сантиметра в каждую сторону. Дальше. Отступаем к передней части. Вот это передняя часть. Я напишу. Передняя часть рукава. Ну, соответственно, это задняя часть рукава. Теперь 2 сантиметра отступаем это расстояние до складки. Теперь складка. Теперь как рассчитать складки? Давайте сейчас всё запишем. Ориентируемся на ширину рукава. Итак, ширина рукава. Ну, имеется в виду понизу. Понизу. Равна 34 сантиметра. Минусуем длину манжеты. Минус L манжеты. И ещё минус вот эти 4 сантиметра и минус 4 сантиметра. Вот то, что у нас останется, из этого мы будем делать расчёт складочек. Итак, если у нас 34 сантиметра длину манжеты, как посчитать длину манжеты? Вот немножечко ниже L манжеты. L манжеты равна обхват запястья плюс 2 сантиметра свободное облегание плюс 4 на застёжку. Это будет застёжка. Вот так. Получаем 17 сантиметров плюс 2 и плюс 4. Мы получаем 23 сантиметра. Это длина манжеты. Вот она. Значит, мы теперь возьмём 34 сантиметра. Это ширина по низу рукава минус, вот они, 34, минус 23 сантиметра. Получаем 7 сантиметров на складочке. Вот эти 7 сантиметров мы получаем на складке. Теперь нужно из этого числа представить, какой ширины вы хотите складки. Например, если две складки сделать, то это по 3,5 сантиметра. Можно сделать по 3,5 сантиметра складки. Это вот каждая складка. Вот так будет 3,5 складывается по 1,7. Можно. А можно поделить на 3 складочки. Вот мне почему-то хочется поделить на 3 складочки. Вот теперь, когда мы нашли вот эти все расчёты, вот тут у нас L манжеты, обхват запястья, плюс 2 это свободное облегание и плюс 4 это на застёжку. Так, далее. Вот эти 7 сантиметров, то, что у нас осталось на складочке, я поделю на 3 складки и получу 2,3 сантиметра. Это каждая складочка. Всё, расчёт у нас есть. Расчёт есть манжеты и складок. Теперь, вот мы взяли 2 сантиметра, вот эти 4 сантиметра, это расстояние между началом и концом манжеты, между краями. Потом 2 сантиметра мы отступили. Это у нас расстояние. Просто потом мы отступим, отложим, вернее, теперь уже складку. Складка 2,3, да? Вот она складка. На складке всегда есть серединочка. Вот она серединка. Так, вот это складка. Вот она складка. Теперь, 2,3 складочка. Теперь у нас будет расстояние 1,5 сантиметра. 1,5. 1,5 это расстояние между складками. Вторая складка будет намечаться 2,3. Вот она, вторая складочка. 2,3. Серединку можете тут обозначить. Вот она, 2,3. Опять складка. Вот она складочка. И вот она складочка. Теперь опять 1,5. 1,5 расстояние между складками. И опять будет третья складочка. Вот они, три складочки будут. 2,3. Итак, мы отложили 3 складки. Вот у нас знак складки. 2,3. Вот смотрите. Вот одна, вторая, третья. Расстояние между ними полтора. А от начала, вот где у нас расстояние между краями манжеты, 4 сантиметра. Теперь посмотрите, как правильно заложить эти складки. Сейчас нужно будет просто заложить эти складки. Вот так берем. Ну, чтобы удобнее было, вот что мы сделаем. Чтобы не то, что удобнее, чтобы более точно было. Но я тут вот, чтобы видно было, видите, толстым фломастером, тоненький фломастер остался на работе. Так неожиданно нам объявили о карантине, что сразу все не учла. Вот чтобы удобнее было закладывать складки, я их просто продлила. Теперь беру одну складку, закладываю, вторую складочку, третью складочку. Вот они все у нас заложены складки. И, смотрите, только надо правильно направление сделать. Вот так. Теперь вот эта волнистая линия, она у нас немножечко нарушилась, да? Так как мы без складок ее намечали. Что сейчас сделаем? Сейчас сделаем корректировку низа. Вот так. Можно отсюда. Вот, посмотрите. Сейчас я так. Или хоть отсюда так вот. Куда мы должны направить? Значит так, вот она идет. Вот дошли. А нам надо, посмотрите, как соединить. Вот плавно. Вот здесь. Вот эти две точки между собой плавно соединить. Вот видите, вот эта вот линия должна быть вот такая. По вот этим складочкам. Вот она линия через складки получилась. Теперь возьмем и отрежем по этой линии. Получили вот такой низ. Вот такие здесь небольшие уступчики. Значит, вот эта часть, посмотрите, это передние складки идут спереди, с передней части на заднюю часть рукава направлены. Значит, когда вы будете прикладывать выкройку, вы должны вот так ее положить, вот эту выкройку, чтобы вот это была лицевая сторона ткани. Значит, вот это верх выкройки, напишем, вверх выкройки. Соответственно, раз мы раскраиваем наизнанке, значит, мы кладем наизнанку, а вот это будет лицевая сторона ткани. И наши складочки лягут правильно. И линия будет, вот видите, тут небольшие уступчики такие, вот уголочки образовались. Посмотрите, вот видно, наверное, что небольшие уголочки есть. И вот так на лицевой стороне складки будут направлены на локтевую часть рукава. Вот что у нас будет вот с этими, вот с этим местом. Сюда пришьется манжета, и манжета будет тоже складываться, да? И вот здесь у нас образуется, вот так она вовнутрь пойдет, вот смотрите, вот так манжета будет стыковаться. Вот здесь. И тоже образуется вот такая еще складка. Если вы не хотите, чтобы складочки были близко друг к другу, вы можете между ними сделать расстояние не полтора, а, например, два сантиметра. Или же можно сделать так, такой вариант. Вот эту третью складку можно расположить вот на нижней части рукава. Но тоже надо будет отложить два сантиметра. Вот так. Сначала вы два сантиметра отложите, а потом вы наметите складочку. Вот так складку 2,3. Это будет складка. Тогда вам вот эту верхнюю не нужно будет делать. Но тогда получится вот здесь много складок. Если вам не хочется три складки, сделайте две складки. Сделайте одну складку даже, но тогда будет зауженный рукав, сильно зауженный рукав. Вот смотрите, вот они три складки заложились. Потом вот так манжета будет вот сама складывать вот эту складочку. Если вот этой верхней не будет, то будет навстречу она делается вот так. Складочка вот здесь складывается вот таким образом. Но тогда низ рукава тоже надо будет корректировать под эту складку. То есть складывать вот так складочку на бумаге и оформлять низ. Вот так же, как и вот эти. Вот она будет. Вот так складка. Смотрите. Вот как будет без этой складки. Вот. Ну все. Вот это я хотела вам показать. Как правильно здесь заложить сначала. Потом провести снова линию и отрезать. Манжет. Ну манжет как строится. Очень легко и просто. Смотрите. Берется длина 23. Так у меня листочек другой возьму. Манжету можно строить сразу же на ткани. Не обязательно ее делать на бумаге. Ну может быть кто-то любит делать на бумаге. И тем более, если это не единичный пошив, например, а массовка, там обязательно надо будет детальку сделать. Так. В готовом виде, значит, манжета стандартно 3-4 сантиметра. Значит, вот так возьмем. В развернутом виде 8 сантиметров. В развернутом виде берется. Вот такая манжета. Вот это середина манжеты. Сгиб. И это без припусков. Вот здесь будет сгиб. Сгиб манжеты. Здесь 4 и 4, а здесь у нас длина. Когда вы положите на ткань манжету, вы прибавите вокруг припуски на швы. От 0,7 до 1 сантиметра. Желательно вот здесь по одному сделать, а здесь на шов можно по 0,7 с каждой стороны. И когда будете проклеивать флизелином или дублерином, полностью не проклеивайте. То есть, с припусками не проклеивайте. Проклеивайте таким образом, чтобы у вас за контур по 3 миллиметра в круговую были припуски на дублерине. Для того, чтобы дублерин только прихватился строчкой. Ну вот, я сегодня вот это хотела вам рассказать. А теперь заложим складки. Вот эти три складки я заложила на выкройке. Вот это расстояние 4 сантиметра. Вот она манжета. Смотрите, как будет прикладываться. Вот от одной контрольной метки. Вот так манжет по кругу. И до другой стороны, смотрите, и до другой меточки. Вот так будет у нас манжета. Вот таким образом. Так, вот она складывается как раз. И еще будет, вот, но она хорошо вот тут подходит, она по расчету все идеально. Теперь еще разочек. Вот так она, когда сошьется, она вот так заложится. Вот таким образом. Одна на другую. Вот здесь еще будет складка. Вот так. Большая, довольно-таки такая большая складочка получается. Для чего нужны вот эти складки? Именно вот на задней части, на локтевой части рукава. Для того, чтобы рукав был удобный. Потому что, когда мы сгибаем руку, мы сгибаем ее в локте. И когда вот здесь у нас есть вот такие складки, нигде не тянет рукав. Вот за счет этих складок, вот здесь определенная свобода получается на локоть. На движение руки, на локтевую часть. Итак, дорогие друзья, мы рассмотрели сегодня построение низа рукава со складочками. И я хотела бы обратиться к своим ученицам непосредственно, кто ко мне ходит на курсы. Сейчас у нас карантин, все по домам. Поэтому это вам задание. Вот построить низ рукава, рассчитать складочки, начертить манжету, все посмотреть, как оно подходит. И можете раскроить на ткани, можете начать уже что-то делать, чтобы мы когда встретились, мы эту тему быстренько все проработали. Вот. Такое вам задание, девочки. Ну и моим подписчикам, если кому-то эта тема интересна, кого-то заинтересовала, кто-то еще, например, не знал этого, пожалуйста, тоже раскраивайте. И я постараюсь сделать вот такой видеоурок по пошиву на ткани. Вот этой манжеты и вот этого низа рукава. Постараюсь на этой неделе. Ну вот с вами была Надежда Вячеславовна. Всего вам доброго. До новых встреч.